Всем привет! С вами Маша и вы на моем YouTube-канале! Сегодня я попробую сделать уточку Лала Пан Пан из термомозаики! Кто любит делать поделки из термомозаики, ставьте лайк! Я искала схему в интернете, но я ничего не нашла. Видимо, никто еще не делал, либо мне просто не попадалось. Поэтому я придумала свою схему и сейчас вам покажу. Я буду делать на обычной квадратной форме. Итак, приступим. Берем две беленьких, ставим их где-нибудь, ну, примерно посередине я поставлю. Теперь на следующем ряду я ставлю тоже две беленьких, вот здесь вот прямо вот снизу, где были предыдущие две беленьких, вот так. Теперь отступаем на две раньше и ставим шесть желтеньких. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Вот так. Все, следующий ряд начинаем на одну раньше и ставим восемь желтеньких. Затем следующий ряд начинаем еще на одну раньше и ставим уже 10 желтеньких. И теперь снова повторяем ряд из 10 желтеньких. Точно так же ставим, как в предыдущий ряд. Ребят, как вы думаете, почему уточки Лала Фан Фан так стали популярны? Вот почему они всем так понравились и все их покупают? И почему они стали чем-то таким эстетичным? Кстати, видели, уже есть не только уточки, а еще и собачки, овечки, кошечек я даже видела. Теперь начинаем делать щечки. Ставим две розовеньких. Сюда две розовеньких. И вот сюда две розовеньких. Дальше ставим две черненьких. И вот это вот оставшееся место на этом ряду заполняем желтеньким. Черненькие это глазки, а розовенькое это начало щечек. Смотрите, отличаются, кстати. Не знаю, на камеру видно, ребят, смотрите, вот это отличается цветом. Желтенькая давайте ее уберем. Она как-то не очень здесь выглядит. Вот такого же цвета. Так, дальше. Смотрите, как интересно. Начинаем сначала вот тут одну. На одну раньше розовеньким. И делаем вот так вот до черненьких, до глазок. Вот досюда. И со второй стороны делаем точно так же. Кстати, я помню, я один раз сделала из термомозаики. Не помню что уже, не помню, что-то делала. Короче, очень долго делала. А потом пошла и несла маме, чтобы она прогладила утюгом. И у меня все развалилось. Я врезалась в велосипед в коридоре, и у меня прям все развалилось. Помню, как было обидно. Потом по коридору ползала, собирала это все. Теперь по краям ставим вот здесь вот две желтеньких. И посерединке ставим две оранжевых. Это будет начало клювика. Теперь делаем с сердечками точно такой же ряд. Ой, ой, с сердечками. Мне почему сказали, с сердечками, с щечками делаем точно такой же ряд. И ставим четыре оранжевеньких для клювика. Вот так. Смотрите, уже напоминаю эту уточку. Уже есть такое немножечко. Кстати, голову мы почти уже доделали. Ставим оранжевенькие две вниз. Вот сюда вот это вот. Все, это уже вот мы доделали. Клювик. Конец клювика. Теперь сюда две желтеньких. И сюда две желтеньких. И теперь делаем сюда. Ой-ой-ой. Сюда две розовеньких. И вот сюда две розовеньких. О, вот так вот. Смотрите, прям такая уточка уже. Следующий ряд начинаем вот отсюда. И полностью заполняем желтенькими. Вот досюда. То есть прям идеально симметрично у нас уточка получается. И голова уточки уже готова. Теперь давайте сделаем ей тело. Начинаем на одну раньше предыдущего ряда. Ставим досюда. Ребята, у кого есть уточка? Если комментарии открыты, пишите в комментариях. Кстати, если у вас есть уточка, то напишите еще в комментариях, какого она у вас цвета. У меня вот белая. Следующий ряд делаем на еще одну раньше. Следующий ряд начинаем на еще одну раньше. Так, ребят, теперь смотрите внимательно. Ставим сюда на краешек две желтеньких. Пропускаем одну точечку, клеточку. Не знаю, как назвать. И дальше ставим желтенькую еще одну. Теперь с другой стороны тоже так же делаем. И вот это вот все остальное заполняем желтеньким. Это у нас уже получились ручки. Теперь вот эту серединку из восьми штучек делаем еще три ряда. Это у нас тельца. Теперь с двух сторон делаем три ряда по три. Вот с этой стороны три ставлю. И с этой стороны ставлю три. Это у нас уже ноги пошли. И заканчиваем ножки. Ставим по две с двух сторон. Вот так вот. И с этой стороны теперь так же. И вот такая вот милашная уточка получилась. Как по мне, очень узнаваемо получилось. Прям прикольная. Теперь нужно ее прогладить. Прогладить нужно обязательно через кальку. Так, осторожно главное. Я вообще на самом деле очень боюсь всегда вот это делать, потому что я один раз передержала и расплавила всю основу. Она искривилась. И вот эти вот пупырышки, на которые насаживают термомозайку, они расплавились. И на них стало невозможно насаживать термомозайку. И все. То есть основа испорчена. И пришлось покупать новые. Так, наверное, все. Я его снимаю. Осторожно. Главное, чтобы она не поломалась. Очень страшно. Какая крутая. Посмотрите. Милашка. Давайте осторожно теперь ее снимем. С пленочки главное не обжать. Она очень-очень горячая. Смотрите, какая прикольная. Вот с задней стороны. Но мне с задней стороны кажется не очень выглядит. А вот с этой она прям прикольная. Она как будто из какой-то пиксельной игры получилась. Основу я вроде тоже не подпортила. Все хорошо. И красивая уточка. Ребята, еще я подумала, а почему бы не сделать ей аксессуарчики из термомозайки. Например, сумочку вот я уже делала. У меня как-то так получается. Сейчас сделаю лямочку. Мне кажется, ей подойдет. Вот такая вот получилась сумочка. И еще я решила попробовать. Вот на кругленьких сделала ей бантик. И вот такой вот коктейль. Сейчас прогладим и примерим, как это будет с ней. Я прогладила. Вот так вот. Теперь давайте снимем с пленочки. Вот такая вот сумочка. Надеюсь, сумочка и подойдет через голову, ну или хотя бы на руку продеть. Вот такой вот бантик и коктейль. Но я, конечно, думаю, что с этой стороны все-таки выглядит лучше. С задней всегда получается как-то не очень. Ну что ж, примерим на уточку. Ребят, я все-таки сделала слишком маленькую лямку. Она, видите, вот если одевается, то вот так вот это выглядит не очень. Надо было хотя бы на одну или на два ряда побольше делать. Вот так вот под руку. Оп, она не одевается, видите? Раз не получилось, я хочу переделать. Вот, я сделала еще одну, только я ее изменила. Она теперь вот такая вот стильная в клеточку. Мне кажется, вообще бомба. Давайте ее снимать. Скальки. Осторожно. Горячо. Горячо-горячо-горячо. И давайте примерим на уточку. Да-да-да-да. Вот, смотрите. Теперь это выглядит очень хорошо. Правда, она немножечко такая длинненькая ей. Но все равно можно на щечку напялить. Вот. Но мне кажется, получилось правда очень хорошо. И уточке очень подходит эта сумочка. А вы как считаете? Теперь давайте дадим ей бантик. Дадим ей бантик. Теперь давайте оденем ей бантик. Она будет вообще крошиха. Смотрите, ей правда очень идет. Вот такая милашка. И вот такой вот коктейль. Вообще крошиха. Можно ехать на Мальдивы. А давайте сделаем ей Дольче Милк. Я даже уже придумала как. Хм. Давайте будет фиолетовый Дольче Милк. У нас все аксессуары для уточки будут фиолетовые. Ну и что? Ну потому что мой любимый цвет. Он будет прям такой. Дольче Милк, Дольче Милк. Я очень люблю. И если вы не любите, то я вас их прибью. Это что-то там бренд. Что-то остальных. Вот такой вот Дольче Милк у меня получился. Правда, немножечко тут смазался. Но ничего, сейчас мы это ножницами подстрижем. Мне кажется, вообще реально похоже получилось. Тут типа написано Дольче Милк. Вообще очень круто. Давайте снимать его. Только теперь давайте подстрижем ножницами вот это вот то, что смазалось немножечко тут. О, горячо-горячо. Вот такой вот Дольче Милк. Мне кажется, вообще очень круто. Вот здесь давайте тоже подстрижем немножечко. Раз тут подстригли. А то будет не одинаково. Вот уточка попила коктейль. И теперь она захотела помыться Дольче Милком. Ну, конечно же, мы дадим уточке Дольче Милк. Она его зачем-то попила и помыла Дольче Милком. Можно еще сделать для уточки одежду, а можно сделать уточку сразу в одежде. Я вот попробовала, и вот так вот у меня получился. Мне кажется, это пацанчик вот такой вот в комбинезончике, прикольном панамке. И у него даже есть вот такие вот ботиночки. Мне кажется, вообще очень круто. И можно так делать вообще любую одежду. Уточку в футболочке, уточку, не знаю, в ком-нибудь платьице. Можно придумать схемы и делать. Вот такие вот уточки получились у меня. Делайте то же, выкладывайте в свои соцсети и отмечайте меня. Я постараюсь всех заметить и лайкнуть. Ссылочки на мои соцсети будут в описании под этим видео. Ставь лайк и подписывайся на мой YouTube канал. У меня еще много классных идей для поделок. Жми на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Дольче Милк, Дольче Милк, я очень люблю. Если вы не любите, то я вас тик прибью. Это самый лучший бренд, лучше остальных. Всем что-то там советую его. Вы полюбите его. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok